МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И рассмотрим различные вариации кефирной диеты с точки зрения БЖУ. Белков, жиров и углеводов. Как всегда, нам будут помогать опытные эксперты и гости нашей программы. Оставайтесь с нами, будет интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ Среди злокачественных опухолей верхних дыхательных путей первое место по чистоте занимает рак гортани. И, к сожалению, последние наблюдения говорят о том, что чаще всего эта онкопатология встречается у мужчин. Почему это происходит? Какие методики диагностики и лечения сегодня существуют в нашей стране? Об этом и о многом другом подробно расскажет наш гость. Жанна Викторовна Калядич. Жанна Викторовна, заведующий лабораторией онкопатологии головы и шеи Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук. Огромное спасибо, что вы сегодня нашли время, несмотря на свою занятость, пришли сегодня к нам в студию. Я приглашаю вас к разговору. АПЛОДИСМЕНТЫ Жанна Викторовна, вот онкопатологий верхних дыхательных путей много, да? Но почему сегодня важно говорить еще о такой патологии, как рак гортани? Рак гортани занимает первое место среди онкопатологии головы и шеи. В структуре злокачественной онкопатологии всех локализаций он занимает шестое-восьмое место в разные годы. Но опять-таки все равно шестое-восьмое, очень близко. Очень много. Это приблизительно ежегодно, если в разрезе нашей страны, то это около 800 случаев ежегодно выявляется, новых случаев заболевания. При этом более 50% это трудоспособные люди. А при утере органа, органа коммуникации, теряется социализация пациента. Ему тяжело находиться в социуме, он может потерять свое место работы. Мужчины, безусловно, чаще, в 25-30 раз болеют чаще, чем женщины. А связано это чем? Это связано и с факторами риска данного заболевания, и с курением. Потому что рак данной локализации, как правило, формируется на фоне фоновых заболеваний. А мы все знаем, что курение раздражающий фактор, который и приводит к наличию хронического воспаления, и поддерживает его. И более 70% пациентов наших, это курящие люди. Понятно, что обычная сигарета это удар, и более 3000 вредных веществ, и стронций, и цезий, которые находятся в листьях табака, и горячий воздух. А вот по поводу электронных сигарет, что можете сказать? Любые факторы, в том числе электронные сигареты, которые тоже раздражают слизистую. Даже вот работа в пыльных условиях, к примеру, работа на пилораме, где работа с мелкой пылью. Там, где есть контакт со слизистой, и любой агент, вызывающий воспаление, и поддерживающий это воспаление, все это будет способствовать формированию рака гортани. Давайте с вами назовем основные симптомы. В данной локализации есть сигнальные симптомы. Что такое гортань? Это орган, с помощью которого мы с вами общаемся, говорим. И если есть любые нарушения голоса, и какие-то хронические воспалительные заболевания, то есть какой симптом? Осиплость голоса. Осиплость голоса. Первый симптом. Какие-то проблемы с затруднением глотания, непрекращающийся кашель, затяжной, то, что часто списывают на курение. Боль. Боль – это не первый признак рака гортани. Это признак рака гортани в запущенных стадиях. А вот если есть видимое изъязвление слизистой? Обязательно подлежит биопсии. То есть нужно взять маленький кусочек ткани и посмотреть, из каких клеток состоит вот эта ткань. Если же врач определил любое новое образование, оно подлежит удалению. Какие сегодня существуют вспомогательные методы диагностики? Кроме того, что мы изучили, из какой ткани состоит, очень важно для данного заболевания знать, а нет ли вируса папилломы человека у данного пациента. Потому что от наличия вируса будет приниматься решение о выборе метода лечения. По данным статистики, порядка 25% опухолей гортани вызывается конкретно данным вирусом. Это при гортани, а при полости рта достигает 70%. То есть тот самый вирус папилломы человека, о котором мы в последнее время очень часто вспоминаем. То есть это не только гинекология, не только урология, не только кожа, но еще и верхние дыхательные пути и полости рта и носа. Насколько сегодня в нашей стране диагноз рак гортани является приговором? В нашей стране этот диагноз не является приговором, как и в любой стране мира. То есть мы предлагаем различные варианты лечения. Но нужно понимать, что при обращении пациента в третьей, четвертой стадии опухоли мы не можем сохранить орган. При первой, второй стадии мы, как и другие страны, внедрили эндоскопические эндоларингеальные методы лечения, с помощью которых мы сохраняем орган, сохраняем голос пациенту. Более того, эти методики пришли на смену открытым методикам. Мы не проводим наружных разрезов. У человека не видно ничего. И сроки после операционного лечения и наблюдения значительно сокращаются. Потому что фактически мы пациента можем выписывать на следующий день для заживления в домашние условия. Здесь в чем сложность? Это же не только орган, с помощью которого мы говорим. С помощью этого органа мы дышим. И когда мы лишаемся этого органа, то, безусловно, это создает много проблем для человека. Жанна Викторовна, я знаю, что вы стали драйвером внедрения той самой уникальной технологии, которая позволяет оперировать именно такие опухоли в режиме амбулаторной операции. За этим будущее, за этими операциями. Пациент не просто хочет жить, он хочет жить качественно, сохраняя все свои социальные функции. Но хотелось бы опять же сделать акцент. В настоящий момент времени в нашей стране с третьей, четвертой стадией заболевания поступает более 50% пациентов. То есть 50% поступают уже в запущенных стадиях. В запущенном состоянии. Когда опухоль находится в нескольких анатомических зонах. И невозможно применить данные методики для этой категории пациентов. Почему так происходит? Потому что у людей отсутствует онко-настороженность. Отсутствует понимание, что есть факторы риска. Отсутствует понимание, что если у тебя что-то не то, ты должен пойти тут же. Не нужно запускать себя. Какие бы ни были усилия профессионалов, какая бы ни была техника, все зависит от человека, который изначально должен прийти и обратиться. Жанна Викторовна, можете вот сейчас в продолжение той очень важной информации, о которой вы сказали, привести пример из практики. Насколько очень важно на ранней стадии прийти к вам? Есть такое понятие, пятилетняя выживаемость в онкологии. То есть пациент после того, как мы применили какие-то виды лечения, сколько лет он прожил. Пятилетняя выживаемость при первой стадии рака гортани составляет свыше 90%. При четвертой стадии заболевания не достигает 25%. По данным белорусского канцер-регистра. То есть 90 и 100, и 20 и 100. Получается, еще раз мы подчеркиваем важность немедленного обращения при первых симптомах, особенно если речь идет об онкопатологии. Именно сейчас мы отправляемся в Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александра, чтобы увидеть эти высокие уникальные технологии. Опухоль прямо вот от гортаника, я прямо на ней держу экранчик. Скажите «э», 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 «вдох», делайте «и». Гортани пациента не поражена, и вот мы видим эту бугристую опухоль, которую абсолютно мы легко можем убрать. Виктора можно назвать счастливчиком, несмотря на то, что опухоль гортани оказалась злокачественной. Лор-врач поликлиники обнаружил ее вовремя и срочно направил пациента к онкологу. С момента появления первых симптомов не прошло и месяца. Тогда, когда вы обратились к доктору, какие жалобы вас мучили? Да, сильно больших жалоб не было, просто была опухоль. Как вы ее ощутили? Вам было больно, либо пропал голос? Оно сразу было не больно, потом... Стало болеть. Болел потихонечку. Здесь пациент обратился со второй стадии заболевания. Ему провели предоперационный курс химио-лучевой терапии, и опухоль сейчас таких размеров, которая позволяет выполнить эндологиальное ее удаление. Эта операция уникальна. Врачам удается сохранить голос пациенту. Он может свободно дышать и глотать в полном объеме. Если болезнь не запустить, то иногда на первой-второй стадиях именно при онкологии гортани даже не требуется лучевая терапия, которая обычно проводится для уменьшения опухоли в размерах, чтобы ее можно было оперировать. Проводится она исключительно с помощью специального оборудования через, если так можно выразиться, рот пациента, когда мы не делаем никаких разрезов на шее. И эта операция является настолько сохранной, что пациент на следующий день, либо через сутки может уже быть дома. То есть после этой операции мы не боимся ни массивных кровотечений, ни асфиксии гортани. И в отличие от тех операций, которые проводились ранее, методом наружным, когда пациент выписывался через только две недели домой и носил так называемую трахеотомическую трубку в горлышке около пяти месяцев, конечно, эти операции значительно отличаются в лучшую сторону. Хирурги проводят удаление самой опухоли, не затрагивая окружающие ее здоровые ткани и лимфоузлы. Обращений на первой и второй стадиях всего 50%, и врачи бьют тревогу, потому что в запущенных случаях спасти гортань удается далеко не всегда. Здесь мы можем видеть пациента, который обратился к нам, к сожалению, с третьей стадии заболевания. Пациенту был проведен предоперационный курс химилочевой терапии с целью уменьшить опухоль в размерах. Данный вид лечения не привел ее в редиктабельное состояние с точки зрения нашей органосохранной методики. И пациенту выполнена та стандартная операция, которая выполняется обычно в таких случаях – это удаление гортани целиком. Тот голос, который был у пациента, он к нему никогда не вернется. Именно поэтому каждый человек должен внимательно относиться к самым безобидным, на их взгляд, симптомам. Наши пациенты долгое время думают, что это может быть осиплосвязанность, простуды, может быть, это там горлышко заболело, как они говорят. Но совершенно же очевидно, что если горло болит неделю, две и больше, это уже не ангина. То есть это повод для того, чтобы обратиться к врачу, а долг врача, над чем мы сейчас очень много работаем, это врачи на местах, лоры, стоматологи. Их долг – увидеть эту опухоль, распознать рак и вовремя направиться в онкологическое учреждение. Рак горта – несложное и тяжелое заболевание, но диагностировать его возможно еще в зародыше. Его слышно и видно. А значит, нужно идти к врачу-оториноларингологу, стоматологу или сразу напрямую к онкологу. Ведь в этом случае лучше ошибиться, чем опоздать даже на пару месяцев. Вы внедряете мини-инвазивные методики, которые, по сути, убирают калечащие операции, а значит, улучшают качество жизни пациентов. Мы по всем локализациям внедряем подобные технологии. И полость носа, и околоносовые пазухи, и полость рта. Мир не стоит на месте. И технологии медицинские, методики хирургических операций – это очень-очень быстро развивается. С развитием какого-то необходимого оборудования, техники. И мы где-то около ста пациентов. Мы уже прооперировали только касаясь гортани. И полость носа тоже такое уже приличное количество. То есть у нас это поставлено на поток. Вы каждый день сталкиваетесь с различными ситуациями. И эти ситуации, конечно же, связаны с горем и с переживанием. Вот что вы сегодня можете пожелать всем нашим телезрителям? Вот как все-таки избежать этой проблемы? Пожелать телезрителям я хочу здоровья. Крепкого здоровья. И знаете, есть одна очень мудрая, по-моему, японская пословица, которая говорит, нужно думать о смерти каждый день. И тогда ты будешь жить долго-долго. Поэтому думайте о своем здоровье каждый день. И если появились какие-то жалобы, то вовремя просто придите к врачу. Своевременность. Вот главный фактор, который может помочь пациенту жить долго-долго. Если у вас появился кашель, осиплость голоса или затруднение глотания, не ждите. Как сказала Жанна Викторовна, немедленно отправьтесь к врачу. И это зачастую может спасти вам жизнь. Не переключайтесь. Буквально через несколько минут мы продолжим заботиться о вашем здоровье. Оставайтесь с нами. Зарубежные ученые буквально недавно доказали о том, что использование кистевого эспандера в течение двух минут два-три раза в день достоверно может снизить цифры артериального давления. Возможно, и мы возьмем на заметку опыт наших зарубежных коллег для того, чтобы контролировать цифры давления. Но с врачом Ольгой Александровной Юдановой мы все-таки придерживаемся традиционных способов профилактики. Формируем полезные привычки вместе. Как всегда, Ольга Александровна Юданова, наш врач, дает полезные рекомендации и учит наших гостей в студии, как же нужно правильно контролировать цифры своего давления. Раз в вашей семье есть гипертония у близких родственников, вам нужно контролировать давление хотя бы раз в полгода и стараться предотвратить его повышение нелекарственными способами. То есть пересмотр образа жизни может помочь избежать этой болезни. Прогулки на свежем воздухе, умеренное употребление соли, отказ от вредных кривычек, слежение за весом. Будьте здоровы! Ольга, ну а у нас в студии, как всегда, появились вопросы. Часто можно слышать, что в автоматических тонометрах значок эритмия можно игнорировать, так как это просто погрешность такого измерения. Так ли это? Нет, игнорировать этот значок нельзя. На сегодня производители автоматических тонометров стремятся добавить функцию автоматического определения аритмии и правильного измерения давления в этот момент. Это важный диагностический критерий и очень полезная функция. Этот значок иногда не должен вызывать волнения, потому что в норме в сутки у нас есть определенное количество внеочередных сокращений. Если этот значок появился однократно, то не стоит переживать. Но если во время измерения вы видите его часто, это повод обратиться к врачу и обследоваться. Отмечу еще один момент, что автоматические приборы не терпят движения. И если вы подвигались, прибор может принять это движение действительно за внеочередное сокращение. Поэтому если такое случилось, отдохните минутку, измерьте повторно давление. Если значок сохраняется, это повод проводить какой-то скрининг. Если автоматические тонометры изначально только определяли внеочередное сокращение, говорили о том, что есть нерегулярный ритм, то сейчас эта функция очень улучшена. И многие приборы могут сказать тип нарушения ритма. И это действительно может спасти жизнь. Как в случае пароксизмальной тахикардии или в случае мерцательной аритмии, где у врача есть очень короткое время для купирования приступа, чтобы не развивались осложнения в виде тромбозов артерий и не возникало инфарктов и инсультов. Что ж, как всегда мы говорим о том, что если речь идет о медицинской технике, значит какая-то функция в этой медицинской технике там создана неспроста. Поэтому ничего никогда не игнорируем. Если что-то непонятно, обращаемся за помощью к специалистам или к врачам. Следующий вопрос, пожалуйста. Правда ли, что безрецептурные лекарства для лечения простуды могут спровоцировать давление? Если мы говорим о приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, некоторые из них действительно могут спровоцировать подъем давления. Безопасным является аспирин. Он заодно и работает как антиагрегант при повышении температуры, при простуде. Это хорошее качество этого препарата. Он будет препятствовать образованию тромбов в сосудах. И еще один момент. Это препараты комплексного действия для снятия симптомов. Они, как правило, содержат вещество фенилэфрин, которое способствует сужению сосудов. И препараты, содержащие фенилэфрин или другие компоненты, которые способствуют сужению сосудов, а также кофеин, к приему больными гипертонии противопоказаны. Они действительно могут повышать артериальное давление и усугублять и так не очень хорошее состояние на фоне инфекции. Любая простуда или любое инфекционное заболевание у гипертоника должно наблюдаться участковым врачом, врачом общей практики или терапевтом. И особенно гипертоники должны быть насторожены в такой ситуации. Никакого самолечения ни с препаратами от простуды, ни с препаратами для коррекции цифр артериального давления. То есть, казалось бы, банальная простуда, но иногда эта банальная простуда у гипертоника может закончиться большими осложнениями. Помните, пожалуйста, об этом. Формировать полезные привычки SpeakSolution легко. Не переключайтесь буквально через несколько минут. Мы продолжим заботиться о вашем здоровье. Оставайтесь с нами. Подтянуться на турнике для них слишком просто. Гораздо интереснее устроить спортивное шоу. Ярко, зрелищно, эффектно. Это воркаут. Фитнес городских улиц. Воркаут – это свобода действий. Ты сам выбираешь, какие упражнения тебе выполнять, насколько они будут у тебя тяжелые. И сам выбираешь, какого результата хочешь достигнуть. Вместо спортзала – открытая площадка. Перекладенные брусья заменяют тренажеры. Воркаут – это уличная тренировка. Бесплатная альтернатива фитнес-центрам и клубам. Сама идея активности на свежем воздухе не нова, но в последнее время проходит полную перезагрузку. В воркауте нет никаких возрастных ограничений. Каждый выбирает себе нагрузку, такая, которая ему нужна. Потому что вся нагрузка связана с весом собственного тела. Никакой монотонности и скуки. Кроме силы и выносливости, воркаут развивает и воображение. Можно придумать массу разнообразных упражнений и их комбинаций. Тренировка превращается в творческий процесс, как для зеленого новичка, так и мускулистого мастера. Для того, чтобы демонстрировать такие элементы, как показывают ребята, необходим год тренировок постоянных. В Беларуси воркаут активно развивается, начиная с 2012 года. Присоединиться к движению может абсолютно любой человек. Специальная подготовка для этого не требуется. Если вы не знаете, с чего начать, можно попробовать с облегченных вариаций, например, как эта. Также одним из самых базовых упражнений является отжимание. Подходит для всех. Одним из базовых упражнений на мышцы живота является упражнение на пресс. Я уверен, в каждом дворе есть площадка. Каждый может найти время, прийти и потренироваться. На каждой площадке есть тот или иной лидер и есть парни с опытом, девчата тоже с опытом, которые обучат, помогут вам избежать травм и ускорить ваше обучение. Территория здорового образа жизни – воркаут. Доступный, эффективный, необычный способ держать себя в форме. И для этого достаточно только желания. Нужно просто прийти на площадку и начать заниматься. Инвестиции в саморазвитие не стесняются. Как говорится, все только в наших руках. Кроме тренировок воркаута – это общение, новые знакомства и общее движение, стремление к лучшему. С полной уверенностью хочу сказать, что показатель, о котором пойдет речь, жизненно важен абсолютно для всех. И детям, и мужчинам, и женщинам, и даже пожилым. Потому что он у них влияет и на настроение, и на иммунитет. Особенно этот показатель важно контролировать беременным женщинам, которые несут ответственность за двоих. И сейчас я приглашаю к нам в студию врача-эксперта медицинской лаборатории Синева Ольгу Шабалдас. Ольга, здравствуйте. О каком показателе, который можно определить при помощи лабораторных исследований, сегодня пойдет речь? Сегодня мы будем говорить про солнечный витамин. И в то же время самое горячо обсуждаемое – про витамин Д. И роль этого витамина очень велика в нашем организме, потому что он влияет и отвечает за иммунитет. Кроме того, этот витамин влияет на красоту, влияет на защиту нас от онкологических заболеваний. В частности, уже давно доказано, что женщины, у которых нормальный уровень витамина Д, реже страдают заболеваниями онкологического характера молочной железы и яичников. Я знаю, что Ваша лаборатория приняла участие в очень интересном исследовании, когда проверялась концентрация витамина Д в крови у детей. И действительно, например, даже по городу Минску получились такие данные, что у детей старше 5 лет уже есть дефицит витамина Д. Если говорить про исследования нашей лаборатории, то лаборатория в стране в этом году празднует юбилей, нам 10 лет. И, конечно же, за 10 лет накопилась огромная база, в том числе для нашей науки, по изучению уровня витамина Д. И, к сожалению, те цифры, которые имеются у нас в арсенале, они доказывают, что мы все жители живем в стране, где мало солнца, и как следствие этого, конечно же, все мы в дефиците практически по витамину Д. За выработку витамина Д отвечает ультрафиолет определенной волны. А вот этот ультрафиолет определенной волны бывает всего там несколько десятков дней в год, и все. Ультрафиолет определенной волны, как правило, это утренние часы и вечерние часы. Поэтому, если мы хотим побыть на солнышке с пользой для здоровья, то желательно, чтобы это было не более чем 30 минут, либо в утренние часы, либо ближе к вечеру. Желательно, чтобы мы помнили такой момент, например, загар сам по себе, потемнение кожи, это защитная реакция организма от чрезмерного содержания витамина Д. Поэтому, если мы говорим о лечебном свойстве солнца, то это максимум 30 минут, как я уже говорила, либо в утренние, либо в вечерние часы. Все остальное может привести как раз-таки к тому, что витамин Д не будет усваиваться. И это, кстати, один из моментов и поводов для обследования у людей с темным типом кожи, потому что именно в этой коже хуже всего образуется витамин Д. А вот кто в группе риска? У людей старших возрастных групп с возрастом особенность кожи в том, что не вырабатывается в должном количестве витамин Д под влиянием ультрафиолета. Поэтому, конечно, желательно лицам старше 60 лет знать свой уровень витамина Д, тем более, что они в группе риска, особенно женщины, по остеопорозу. Если возвращаться все-таки, для чего у нас в организме витамин Д? Он регулирует уровень кальция. Он отвечает за всасываемость кальция в кишечнике, и, соответственно, за уровень кальция и, как следствие, фосфора в крови. То есть, если у нас недостаток витамина Д, то у нас будет недостаток кальция. Кальция не будет усваиваться, будет вымываться из костей, и, соответственно, это может привести к остеопорозу. А если мы говорим про маленьких деток, то это, конечно, такое заболевание, как рахит. А еще, кстати, неожиданная такая группа риска – это люди, которые любят чай и кофе. Потому что эти напитки, к сожалению, они тоже приводят к тому, что витамин Д не усваивается должным образом. Но у нас в студии появилась уникальная возможность задать вопросы специалистам лаборатории. Пожалуйста. Влияет ли на результаты анализа то, в какую пору года он берется? Определение уровня витамина Д может проводиться в любое время года. Если человеку назначен прием данного препарата, возможны варианты исследования после окончания курса лечения. Тогда данный анализ дается через 4-5 дня после последнего приема препарата. Если идет контроль за дозировкой препарата, то тогда возможен вариант сдачи данного анализа во время приема препарата. Я хотела бы обратить внимание, для чего необходимо контролировать ваш уровень витамина Д, если вы принимаете витамин Д. С одной стороны, для того, чтобы понимать, насколько вы подходите к цифрам нормы, насколько вы насытили организм и состояние дефицита по витамину Д уже в прошлом. И второй момент. Ведь нужно помнить о том, что избыток витамина Д, он также чрезмерно опасен для здоровья. И в частности, избыток витамина Д приводит к тому, что появляется избыточное количество кальция. Кальция начинает откладываться везде, где он не должен откладываться. Как пример, например, в почках. И мы сталкиваемся с развитием мочекаменной болезни. Мало того, наверное, одно из таких самых неприятных и грозных осложнений, это то, что избыток кальция откладывается в сосудах. Это повод для формирования атеросклеротических бляшек. И, к сожалению, даже при нормализации уровня кальция в крови, этот процесс уже является необратимым. Необратимым. А это, соответственно, ступенька к артериальной гипертензии и к ее грозным последствиям. Еще один вопрос, пожалуйста. Что нужно знать, готовясь к сдаче данного анализа? Специальной подготовки для того, чтобы сдать этот анализ, в принципе, нет. Существует общая рекомендация, то есть анализ дается натощак, исключается в день сдачи анализа, перед самой сдачей данного анализа, курение, в течение суток исключить прием жирной пищи. Показатель очень важный. Практический гормон, да, или, как его называют, вторая гормональная система, отвечающая за практически все жизненно важные процессы, происходящие в нашем организме. Ну и для того, чтобы контролировать этот показатель, нужно, конечно же, обращаться в специальные учреждения. Да, абсолютно верно. И в этом вам поможет медицинская лаборатория Синева, потому что Синева – это точная диагностика и быстрый результат. Синева – это точная диагностика. Кефирная диета была одной из самых старых диет. Именно с нее и пошли модные диеты, например, диета дюкана, кремлевская или белковая. Но за длительные годы своего существования кефирная диета претерпела ряд модификаций. Именно сегодня вместе с нашими экспертами мы и проверим кефирную диету на сбалансированность белков, жиров и углеводов. В этом нам будет помогать врач-диетолог, директор студии похудения Светлана Кашицкая и наш шеф-повар Захар Бричковский. Захар, для начала, что сегодня будем мы готовить? Сегодня мы будем готовить кавказский национальный напиток, айран называется, но подадим мы его чуть-чуть другому плану, он будет в виде супчика у нас сегодня, летнего. Прекрасный перекус. Но для начала давайте все-таки мы с вами затронем ту самую интересную тему по поводу кефирных или молочных диет. Вот откуда это пошло, насколько очень часто эти диеты используете вы в своей практике и есть ли в них польза? Ну, я диеты вообще не использую. Сидеть на диетах не полезно и даже опасно для нашего здоровья. А вот вводить в рацион облегчающие какие-то дни можно, но их можно делать не более чем три дня. И я не люблю просто пустые кефирные дни, почему я объясню сегодня. Я люблю, когда кефир обязательно, то есть как монодень убирается, а к нему все-таки добавляются нежирные продукты. Например, нежирное мясо, там курочка, например, или индейка, или рыба. Я считаю, что такой день принесет больше пользы для человека, нежели чем просто кефирный день. Сам по себе кефир я приветствую всегда, потому что кефир – это потрясающий, наиполезнейший для нас продукт, который очень хорошо у нас усваивается нашим организмом и приносит огромную для нас пользу. Но в первую очередь могу сказать о том, что, конечно, всех телезрителей радует то, что он низкокалорийный. Многих может порадовать, он подходит всем людям, у которых есть непереносимость лактозы. Но все хорошо, что в меру. Этого нельзя делать людям, у которых имеются любые заболевания желудочно-кишечного тракта. То есть гастриты, колиты, язвы, холециститы, панкреатиты и так далее. Да, абсолютно верно. Потому что нужно понимать, что кефир, безусловно, содержит бактерии, но, кроме всего прочего, он содержит грибы. Эти грибы вызывают у нас спиртовое брожение, друзья мои. Здесь никогда не будет полноценных аминокислот для работы нашего организма. Раз. То есть отсутствуют белки полноценные? Да. Два. Чего там нет еще? Безусловно. Здесь минимальное количество углеводов. Углеводов. Понимаете? Два. Вы придете к последствиям того плохого самочувства, снижения работоспособности, вплоть до обмороков. Поэтому этого делать нельзя. Третье, что я хочу сказать. Похудение на кефирной диете, друзья мои, ведь важно не просто увидеть, что стрелочка на весах пошла вниз, а важно понять, за счет чего произойдет снижение веса. Так вот, на кефирной вашей диете вы потеряете только воду и потеряете мышечную массу, а жир никуда не уйдет. Вот вам пример МОНО. Да. Вот сам по себе продукт классный. Прекрасный. Вы сами сказали. Вы вообще замечательный. Но когда этот продукт употребляется в МОНО, извините меня, это уже не здоровье. Я хочу сказать еще о том, что важно количество, понимаете? Когда человек садится на какую-то там кефирную диету, то ему говорят, пей сколько хочешь, полтора литра, два литра. Но представляете, этими двумя литрами вы раздражаете постоянно, еще раз говорю, с листью вашего кишечника. Ни в коем случае. Польза от кефира, когда вы выпиваете его один-два стакана в день. Но я рекомендую, чтобы вы выпивали этот стакан кефира или съедали кефирный продукт именно вечером, потому что кальций у нас влияет на два гормона, которые выделяются у нас ночью и помогают нам худеть. И при этом усвоение кальция в нашем организме происходит именно в ночное время. Захар, для тех, кто нас смотрит этим субботним замечательным утром, пожалуйста, расскажите, что туда входит и как вы приготовили? Мы взяли свежий огурец, нарезали его крупными кусочками, сложили его в чашу блендера, залили 150 мл минеральной воды, слегка подсолили, добавили ветки петрушки без стеблей и укроп. Добавили чуть перца, перебили это все и в конце добавили также 150 мл кефира. То есть мы взяли минералку и кефир один к одному. Я рекомендую всегда употреблять кефир не холодный, потому что холодный кефир моментально уходит из желудка. И все то, за что мы любим кефир, за вот этот наш чудесный кальций, за белок, который здесь есть, ничего, усвоение этого не произойдет. Уходит в транзит. Поэтому, да, чтобы мы получили пользу от нашего кефира, нам надо, чтобы мы его ели, пили только в комнатной температуре. Захар, на заметочку! Скоро закончится завтрак, все выйдут, активно поработают и потом вернутся за стол, ну, подкрепиться фундаментально, да? Вот, например, если будет такой суп, после него вы рекомендуете еще что-то употребить? Я могу сказать так. Если вам не хочется сейчас есть белок мяса, курицы, вы можете съесть только такой легкий супчик. Но тогда вечером обязательно должен прийти белок. Если вы не будете сытыми после этого, голод всегда нужно, как говорится, глушить едой. То есть его нельзя терпеть. Съели супчик и, конечно же, добавили еще то, что вам захочется. Хотите салатик, будет легкий обед. Хотите белок, это может быть белок яйца. Если сюда просто положить яйцо, чем будет плохо? Мы положим и жиры, и белок. Как пример, можно добавить постный кусочек мяса. Кстати, Захар, как часто такие блюда заказывают в ресторанах? В летний сезон очень часто. И не то, чтобы даже заказывают конкретно, такие блюда присутствуют в меню. То есть шеф-повара пишут конкретно меню на летний сезон, и очень часто такое имеется, да? Получается, кефирные диеты, по сути, не существуют, да? Потому что чисто на кефире ты сильно не высидишь, ты получишь массу осложнений. Да, люди... Давайте так, она существует. Люди мучают себя, садятся на эти диеты, терпят это все. Потому что если вот в данном вот супчике, вы простите, но вы через час уже будете очень хотеть есть, да? Поэтому здесь действительно не хватает и жиров, и белков. Поэтому они пытаются это сделать. Снижается вес за счет, еще раз говорю, ухода воды, того, что уходит мышечная масса. Но жир остается. И потом вы наберете все с толикой обратно. Что ж, Светлана и Захар, сегодня мы развеяли мифы по поводу кефирных диет. Нет, все-таки правильное питание это равная пропорция БЖУ, белков, жиров и углеводов. Кстати, Светлана, напомните еще раз эти проценты. Нет, не равные абсолютно. Как раз таки углеводов должно быть в рационе 60%, жиров должно быть 15%, остальное должны быть белки. Что ж, в очередной раз мы доказали, что здоровое питание это не мучительное истязание каким-то одним продуктом своего организма. Это баланс. Поэтому питайтесь правильно и будьте здоровы.